Простые задачи на случайный граф. Давайте возьмем, во-первых, посчитаем вероятность того, что случайный граф является целиком и полностью, является простым циклом. Случайный граф является простым циклом, с какой вероятностью нужно осознать определение, и за счет этого просто в одну строчку подписаться. Ну, смысл понятен, то есть надо перебрать все элементарные исходы, то есть все графы в нашей тучке, каждый из которых является простым циклом на вершинах, и все будет, да? Ну, мы еще до этого вычисляли, сколько всего простых циклов на графе. Да, я сейчас напомню, сколько всего циклов на вершинах, да. Ага, и что? Ну, и тогда нужно будет вот это количество циклов разделить на всего количества графов. Ну, вот не надо делить на все количество графов, все время вы забываете, что у нас графа возникает неравная вероятность. Ага, ну, еще раз. Надо умножить на вероятность возникновения конкретного простого цикла, правильно? С какой вероятностью возникает конкретный простой цикл? Как? П на количество равен. Опять забываете, что надо не сложить, а умножить. Ну, П умножить. Перемножить эти вероятности. Перемножить эти вероятности. Не сложить эти вероятности в количестве n штук, а перемножить эти вероятности в количестве n штук. П в степени n. У простого цикла на n вершинах n рёбер. Поэтому П в степени n – это вероятность возникновения всех этих n рёбер одновременно. Первое возникает с вероятностью П. Второе, независимо от него, возникает с вероятностью П. Значит, P на P надо умножить, не сложить, за счет независимости. Мы сегодня уже много раз такое делаем. Ну, действительно, в данном случае вероятность каждого простого цикла это просто P в степени N. Простой цикл, если угодно, такой многоугольник, у которого очевидно на N вершинах N лёбер. И вот нам просто нужно посчитать вероятность того, что каждый из этих N лёбер присутствует в случайном графике. Вероятность отдельного ребра P, вероятность одновременного присутствия за счет независимости их выбора, это P в степени N. Ну, а дальше надо просто перебрать все возможные циклы на N вершинах. Хорошо известно, что различных циклов на N вершинах N минус 1 факториал пополам. Я сейчас на всякий случай напомню, почему это так. Значит, у нас есть вот такая нумерация от единицы далее. Она задает, понятно, цикл 1, 2, 3 и так далее N. Но можно взять вот такую нумерацию, 2, 3, N, 1. Просто прочитать тот же самый цикл в другом порядке. А можно прочитать цикл от 3 до 2, от 4 до 3. И все такие способы прочитывания цикла дадут один и тот же цикл. Но при этом сами перестановки разные. Здесь всего N таких сдвигов по циклу, N способов прочтения. А кроме того, еще можно прочитать цикл в обратном порядке. Он же, видите, он неориентированный. Можно прочитать N, N минус 1 и так далее 1. Можно N минус 1, N минус 2 и так далее 1 N. То есть есть еще N способов прочтения нашего цикла. Идомо всего 2N различных перестановок дают один и тот же простой цикл. При том, что различных перестановок всего N факториал. Мы должны N факториал поделить на 2N, что не слепаются в один цикл. И это будет в точность N минус 1 факториал пола. Ну, можно задаться еще задачей о том, с какой вероятностью случайный граф является тель. Есть замечательная формула Келли, я ее все-таки напомню, без наказательства. Число деревьев на N вершинах равно N в степени N минус 2. Во всяком случае, сейчас можно было бы задаться вопросом, с какой вероятностью случайный граф образует дерево. Является дерево. И эта вероятность, конечно, вычисляется согласно таким же соображениям, как мы вычисляли вероятность цикла. То есть надо посчитать количество всех деревьев и умножить на вероятность возникновения конкретного дерева. С какой вероятностью конкретное дерево возникает? Ну, не P, а P в какой-то степени, да? Да. А в какой? P в степени N минус 1. N минус 1, совершенно верно. Но дерево на N вершинах всегда N минус 1 ребро. Это понятно. Ну вот, такая вот замечательная штука.